Ом Ти Ви Юэй про Головне. Украинские военные заявили об успешном поражении российского десантного корабля в аннексированном Крыму. Минобороны России лаконично заявило государственным СМИ, что корабль, пришвартованный Феодосией, был поврежден. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрывов погиб один человек. Еще двое получили ранения. В шести зданиях выбиты окна. Никто не пострадал. Все ровно. Все отлично. Командир большого десантного корабля «Новочеркасск» Николай Степаненко о последствиях ракетного удара по кораблю. Все ровно. Это когда ровная водная гладь. И никакого «Новочеркаска» уже нет. И экипажа, кстати, тоже. Из Z-пабликов просто брызжет оптимизмом. Цитируем. Удар по БДК «Новочеркасск» нанесен в 2.53 с использованием двух крылатых ракет британского и французского производства «Сторм Шэдоу Скальп». Вследствие удара на борту корабля началось массовое возгорание, что повлекло детонацию груза. Феодосию БДК «Новочеркасск» прибыл из Новороссийска. Корабль выполнял задания по транспортировке боеприпасов. По имеющейся информации, на борту находились артиллерийские снаряды в количестве 4400 единиц, а также ракеты для РСЗО «ГРАД» в количестве 280 единиц. Информацию о нахождении на борту ударных БПЛА «Шахет-131-136», о чем ранее писали многие телеграм-каналы, подтвердить не могу. Также в момент удара на борту находились 62 члена экипажа. Минобороны РФ сообщило о гибели одного военнослужащего. Точной информации о погибших, раненых у меня нет. Однако известно, что эвакуация личного состава судна завершилась спустя полтора часа после нанесения ракетного удара ввиду сильного пожара на борту, что дает основание полагать, что цифры, озвученные Министерством обороны РФ, несколько занижены. Кроме того, вследствие детонации боеприпасов, некритические повреждения получил спасательный буксир капитан Гурьев, находившийся на соседнем причале. Резюмируем. БДК Новочеркасск. Боекомплект. 62 члена экипажа. Тревожно. Но все идет по плану. Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь. Об этом говорит весь ход операции. Она идет просто по плану, по графику. Все делается так, как и запланировал генеральный штаб. Уничтожение четвертого большого десантного корабля Черноморского флота возглавило поисковые тренды в России, обогнав писанину Бункерного. Я пометил, это абсолютно правильно. Полностью с вами согласен. Кстати, 26 декабря отмечает свой день рождения войсковая ПВО или войска противовоздушной обороны сухопутных войск РФ. Наше ПВО, оно лучшее в мире. Оно глубоко эшелонировано. С земли ударные звенья боевых вертолетов и их воздушного проводника прикрывают панцири, которые контролируют всю воздушную обстановку и точно знают, свой в небе или чужой. С праздником, лучшие в мире ПВОшники. Вы действительно лучшие. Экипаж Новочеркасска благодарит за службу. Тихо, тихо, тихо. Ты снимаешь? Да. Охренеть. Ой, жарко сюда. Вот зря мы сюда пошли, там осколки перлетят. Поэтому говорю голову. Нифига себе. Вот это взрыв. Не прошло и суток, как стало известно, что БДК Новочеркасск уничтожен. Не просто поврежден, не просто поцарапан и даже не просто имеет в себе какую-то пробоину, а прям уничтожен и развалился прямо в порту. Однако это не помешало российскому министерству обороны и прикормленным ЗЭТ-каналам рассказывать, что на самом деле повреждения незначительные. Поврежден корабль? Сказало министерство обороны. Да, ответили ЗЭТ-каналы. Действительно подтвержден. А некоторые даже стали писать, что и работа это там всего на полгода. Вот, например, ЗЭТ-канал Шепот Фронта пишет. Вот не понимают тупость людей. Выбили БДК. Да, выбили. И что? Починка подобного займет полгода. Максимум год. Сменить надстройку и вообще-то все. Он даже не подтоплен. Хватит нервничать похерня. Ну, давайте с вами взглянем, что случилось с БДК Новочеркасск. Вот вы видите фотографию. Вам кажется, что может быть это порт до захода туда БДК Новочеркасск? Или может быть после выхода оттуда уехал на ремонт? Нет, он прямо на фото. Да, вы можете сказать, что ничего не видно, но присмотритесь. Внизу, видите, внизу такие остаточки, осколочки, будочка. Ну, чего уж там. Вот давайте посмотрим в сравнении с тем, когда он был еще не под водой. Вот вы видите на экране рубку, РЛС, фальш-трубу, кормовую 57-мм артиллерийскую установку АК-725. Все это теперь обитает там. Собственно, в порту, но не в состоянии собранного корабля, а скорее разобранной грудой металлолома. Ну, отдельно скептики в интернете по поводу этой фотографии говорят, вот что же там краны не в копте. Ну, там спутниковые снимки достаточно посмотреть, чтобы увидеть, что краны эти стоят достаточно далеко. В любом случае, уничтожим корабль полностью. И давайте, во-первых, восстановим хронологию событий, а во-вторых, ознакомимся с реакцией на это событие. Кто же виноват по мнению Z-каналов? И почему Россия, несмотря на постоянные заявления и Z-каналов, и пропагандистов, и официальных российских лиц, что все, Украина выдохлась, она не может сопротивляться, а российская армия расцвела, кругом ПВО, О, невероятное количество выпуска всевозможных снарядов, профессиональные военные и прочее. Но, несмотря на это, Черноморский флот, как и весь 2023 год, продолжает терпеть унижения от страны, у которой нет сравнимого флота. Ну, и вообще практически нет флота. Как же так выходит, и почему так будет, считайте, дальше. Отдельно замечу на полях. Помните, я говорил вам, что очень рад, что глава Черноморского флота на самом деле не умер при атаке штаба Черноморского флота, потому что, судя по всему, это какой-то абсолютно уникальный человек, который умудряется терять столько кораблей против страны, у которой нет кораблей вообще. Вот, собственно, очередное подтверждение моих слов. Видите, как замечательно он все расставляет, как замечательно он все охраняет, какой он большой, замечательный молодец. Но вкратце напомню, что произошло. Минувшей ночью где-то в полтретьего раздались взрывы, и, собственно, корабль, который стоял там, большой десантный корабль, начал полыхать, на нем начался пожар, а потом еще произошли довольно громкие мощные взрывы. Очевидно, корабль был чем-то наполнен, и произошла вторичная детонация. Собственно, что именно произошло? Давайте по порядку. Сначала, что вообще такое БДК, большой десантный корабль? Это те самые корабли, с помощью которых Россия собиралась высаживать десант, а именно захватывать Одессу. В самом начале Россия предпринимала такие попытки во время начала полномасштабного вторжения, но довольно быстро от них отказалась, потому что оказалось, что у Украины есть, оказывается, армия. Армия-то не хочет, чтобы Украина была захвачена, а граждане Украины не встречают российскую армию хлебом и солью, а встречают коктейлями Молотова и всячески сопротивляются. И поэтому от идеи высадки в Одессе, судя по всему, довольно быстро отказались. Ну или не отказались, но реализовать ее не смогли. С тех пор БДК используются практически как транспортные корабли. Они транспортируют боекомплект, танки. Один такой БДК, например, может перевозить что-то в районе 10 танков за раз. А после того, как начали наноситься удары по Крымскому мосту, и когда Крымский мост, соответственно, был... Ну, когда его ремонтировали, когда по нему нельзя было возить больше груза, БДК использовали в том числе как такую переправу для как раз небольших, а иногда даже больших перевозчиков грузов. Ну и, соответственно, возили и личный состав тоже, чтобы там из одной точки в другую его переправить. То есть эти большие десантные корабли, они действительно использовались, Черноморский флот использовались довольно активно. Собственно, несколько его уже уничтожено. Это Саратов, Минск, Оленигорский горняк, и вот теперь Новочеркасск. И, соответственно, это очередной успешный удар по российскому Черноморскому флоту, который российская сторона отбить не смогла. Почему у России настолько плохо с ПВО в Крыму, с учетом того, что они понимают, что там все время будут бить и флот под угрозой? Вопрос, честно говоря, открыт, и ответа на него пока нет. Ну как нет? Мы можем предположить. Во-первых, ВСУ бьет по разным точкам, и поэтому ПВО приходится рассредотачивать. Во-вторых, есть недостаток этого ПВО. Например, поэтому у России оголена вся та часть, которая, значит, не... Ну, значит, если вот так разделить где-нибудь по Москве, то все, что за Москвой, там дальше практически без ПВО. То есть если вдруг кто-нибудь на Россию из той страны нападет, Китай, например, то защищаться там вообще нечем будет абсолютно. Но и даже с такой расстановкой ПВО не особо их хватает. По крайней мере, на вот таких участках, то есть на линии фронта, например, они активно задействованы, да, и активно работает система ПВО. Но, соответственно, в Крыму они работают не очень хорошо. Более того, Украина все время довольно успешно наносит удары по российским системам ПВО. Почему об этом не говорят там, например, затканалы или российские власти? Потому что все это активно скрывается. Потому что вот каждый раз, когда, значит, в том числе затканалы начинают разгонять, что вот как все плохо, давайте налаживать, это негативно сказывается на отношении людей к происходящему. Поэтому затканалам надавали по шапке, они стали почти стерильными. Это видно и в этот раз. Если раньше, значит, когда в том числе, вот помните, был Минск, Ростов-на-Дону, подводная лодка еще была. Но если там был прям серьезный такой, не знаю, разбор полетов, анализ ошибок со стороны Z-каналов, то сейчас очень сдержанно они высказываются. Не потому что, значит, как-то, по их мнению, что-то не очень страшное произошло, а потому что, собственно, каждый раз пытаются делать все возможное для того, чтобы эти каналы ни о чем таком не писали, так как это дискредитирует там и армию, и все на свете, и самых больших ярких критиков. Там кого посадили, кого убили, да, Пригожина убили, а Стрелкова, соответственно, посадили, и периодически сами Z-каналы рассказывают, что идут информационные контролирующие органы, просто к ним приходят. Например, когда начался штурм Авдеевки, российские Z-каналы рассказывали, что в этот раз там Министерство обороны довольно плотно контролирует, значит, поступающую информацию, ну, потому что штурм Авдеевки, да, с нахрапа не получился. Уже два месяца Россия пытается ее штурмовать, хотя ожидалось делать это там за неделю, за две, но в итоге ВОЗ и ныне там. Победим Украину, осталась неделька, все. Координатор Белого дома Кирби заявил, что США в конце декабря объявят новый пакет помощи Украине. Но Евросоюз таки принял очередной 12-й по счету пакет антироссийских санкций. Вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или пересылку российских бриллиантов. Еще одним товаром, который не будет разрешен к ВОЗу, является, например, жиженый пропан. Ограничен импорт российского чугуна, медные и алюминиевые проволоки. Евросоюз намерен продлить на 4 года период закупок российской стали, а заодно освободил от соблюдения механизма потолка цен нефтегазовый проект «Сахалин-2». Отстрочка будет действовать до 28 июня 2024 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова